всем привет ребят значит лечу домой из шар-мальшейха поэтому в этом видео я подготовлю для вас подробную инструкцию что делать туристу в аэропорту шар-мальшейха когда он летит домой так что ребят подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале смотрите мои обзоры и тогда вы будете в курсе самой полезной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями погнали так ребят продолжаем значит нашел место тихое я могу вам рассказать дальше алгоритм что проходит турист в аэропорту шар-мальшейх когда летит домой это просто меня нет слов просто нет слов мне это все не нравится но ладно поехали за заходим в аэропорт и идем на контроль значит мы когда ехали в автобусе нам гид сказал наши стоечки регистрации поэтому мы не ходили не смотрели какому какой стоечки регистрации нам нужно подходить в общем проходите этот контроль вас сканируют там чемодан сканируют ручную кладь сканируют если вы взяли там манга и все остальное все это сканируют значит и вы проходите через кабинку металлодетектором наверно после того вас все равно еще раз проверяют ручным способом в общем проверили это все если у вас там сумки есть какие-то такие вещи особенно если ноутбук ребят вы попали вот все вы попали короче вас будет везде его показать просить показывать почти каждый раз вам нужно его будет включать это просто капец ноутбуком ну ладно прошли вы этот контроль дальше идем к стоечкам регистрации подходим если есть очередь встаем очередь нет очереди встаем первыми для того чтобы зарегистрироваться на рейс значит здесь вы сдаете багаж даете ваш паспорт ваш билет электронный тот который вам выдают ваши агенты вот когда выдают туристический пакет все дали паспорт и этот билет получаете ребят вот такой вот билет уже посадочный и карточку для и миграционную карточку на вылет вот значит дальше после того как вы зарегистрировались на рейс получили ваш посадочный билет получили миграционную карточку идем на паспорт контроль по пути вы можете заполнить эту карточку там есть столик специальный но я не останавливался чтобы побыстрее это сделать я стал в очередь и принципе там написать как бы ничего сложного нету фамилия имя на латинским национальность и данные паспорта значит это все я сделал на ходу паспортный контроль принципе проходится быстро там вас паспорт посмотрят значит возьмут эту миграционную карту поставит вам штампик паспорт что все в порядке и дальше вы идете на следующий таможенный контроль ребят тут опять как бы в общем эпопея с этим всем значит тут у вас проверяют ручную кладь значит вы и уложите в коробочек вот она проезжает через сканер если вы там везете фрукты там манго 10 килограмм это все пропускают вопросов не вызывает значит ты ложите тоже в коробочек отдельно значит дальше вам нужно опять разбиваться да нужно опять разбудться ребят в общем разбулись и опять положили обувь коробочек все это едет на сканер вы проходите через кабинку металлодетектор и опять вас там проверяют ручным способом проверили значит опять если у вас ноутбук вы его достаете и еще раз вас его будут проверять ну по крайней мере это у меня так было значит проверили этот ноутбук вы все схожили в сумку только отходите метр и тут еще сидит какой-то дядька и опять проверяет вашу ручную кладь значит опять он открывает все карманчики смотрит там я не знаю смысл этого но он это делает то есть колупается во всех карманчиках вот у меня была ручная кладь чем а не чемодан а рюкзак то есть большой вот он смотрите вот это все все карманчики в этом рюкзаке он открывал опять ноутбук достал опять я ему включал этот ноутбук ребят в общем проверил он ту сумку потом проверил вот эту маленькую сумку тут я просто вложу документы смотрите как бы это удобно раз там быстренько паспорт достал все показал пошел дальше эту сумочку он тоже всю проверил все забираете вещи идем дальше проходим 5 метров и там еще какой-то один контроль на этом контроле ребят я проскочил меня не проверяли некоторых других туристов проверяли я не знаю что там проверяют как бы зачем это проверяют и как это все происходит потому что мне не хотелось там стоять чтобы у меня еще раз проверяли я взял и пошел значит прошел я и все то есть принципе большинство туристов тот контроль прошли их не проверяли как они делают выборочно или еще что-то в этом роде я не в курсе значит проходите вот этот контроль ребят и дальше вот за ним у вас идет спуск по эскалатору на нижний уровень все вы спускаетесь на нижний уровень значит тут у нас есть duty free тут у нас есть место где посидеть лавочки там такого плана магазин и короче курилка то есть все находится на нижнем уровне значит принципе ожидаете посадку на ваш самолет значит смотрите билете указан ваш гейт у нас третий гейт и посадка начинается 1620 вот оно все указано на билете значит к этому времени нужно находиться возле третьего гейта и все вы садитесь в шаттлбас и едете к вашему самолету на котором вы будете лететь друзья домой значит приехали самолету выходим с это ребят и поднимаемся по трапу на борт самолета дальше значит в этом билете у вас указан также сама номер креска на котором вы сидите у меня значит седьмой ряд место c вот в нижнем углу это все указано все ребята небольшая коротенькая такая видео инструкция по вашим действиям в аэропорту шарм эль шейх ребят извините на эмоциях немножко потому что ну не нравится мне их не отношения с этим контролем это все так примитивно выглядит эффективности от этого я не думаю что она эффективная их не и вот эта вся процедура потому что при желании это все запрещенные предметы можно пронести как бы это все показуха такая вот так вот в общем ребят пишите в комментариях под этим видео как у вас с этим было как вы проходили это все напишите в комментариях под этим видео было ли для вас какие-то сложности либо не было каких-то сложностей когда вы возвращались из шарм эль шейха домой вот я обязательно это все почта если есть вопросы ребят задавайте пожалуйста в комментариях под этим видео я постараюсь вам ответить в общем подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы получать уведомления новых видео на моем канале смей смотрите мои видео обзоры и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями до новых встреч друзья пока пока